Всем привет! Вы на канале Моббайвер. Выбираем доступный смартфон. Samsung Galaxy J2 Prime или Huawei Y6 Pro. Какой смартфон лучше купить и почему? Живучий Huawei или проверенный Samsung? Мы постараемся вам помочь с выбором. На первый взгляд видно, что перед нами бюджетные пластиковые смартфоны. Чем-то ярким выделиться они не могут. Корпус J2 Prime, как и корпус Y6 Pro, полностью пластиковые. Задние крышки у смартфонов съемные и выполнены из текстурного пластика. Ободок у J2 Prime хронированный и немного выступает над передней панелью. У Y6 Pro рамка по периметру имеет углубление, а между передней панелью и рамкой есть плотная контовка, которая также выступает над экраном, как и у конкурента. У J2 Prime посередине верху крышки находится камера. Слева от камеры вспышка, справа сетка внешнего динамика. У Huawei Y6 Pro газовый основной камеры также размещен вверху по центру. Слева от него светодиодная вспышка, сверху второй микрофон для шумоподавления. Над экраном у смартфонов находятся датчики и разговорный динамик. У Samsung J2 Prime нет датчика освещения и индикатора уведомлений, но есть вспышка для фронтальной камеры. Под экраном у Samsung три навигационные клавиши. Кнопка домой механическая, а у Huawei Y6 Pro под экраном ничего нет. Все клавиши управления Android сенсорные. Какой смартфон лучше решать каждому? Как по мне смотрятся они одинаково невзрачны. Если вы со мной согласны, ставьте лайк. И не забывайте делиться своими мнениями в комментариях. На передней панели у смартфонов находится 5-дюймовый экран. И там, и там используется тип матрицы IPS. Разрешение экрана у китайца 1280 на 720 точек с плотностью пикселей 294 ppi. А у Samsung J2 Prime разрешение всего лишь 960 на 540 точек и плотностью пикселей 220 ppi. И цветопередача, и контрастность, и углы обзора лучше у экрана Huawei Y6 Pro. А вот запас редкости примерно на одинаковом уровне. Есть отличия в мультитаче. Так, экран Huawei Y6 Pro поддерживает мультитач до 5 касаний. Тогда как у Samsung Galaxy J2 Prime только 2 касания. Тут явно экрана лучше у Huawei Y6 Pro. А вот по производительности явно интереснее Samsung. Так, в основе Huawei Y6 Pro лежит 4-ядерный MediaTek MT6582. С тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-400 MP2. Процессор построенный на старых ядрах Cortex-A7. А вот Samsung Galaxy J2 Prime построен на базе MediaTek MT6737T. С тактовой частотой до 1,4 ГГц и графическим ядром Mali-T720 MP2. Используются более новые ядра Cortex-A53. В синтетических тестах Antutu, Geekbench и Epic Citadel перевес по производительности за Samsung. Тесты играми смотрите в обзорах на каждый смартфон отдельно у нас на канале. У Samsung J2 Prime установлено 1,5 ГБ оперативной памяти и всего 8 ГБ постоянной. Тогда как у Huawei Y6 Pro оперативной памяти 2 ГБ и постоянной 16 ГБ. Оба смартфона поддерживают карты памяти microSD. И Samsung Galaxy J2 Prime, и Huawei Y6 Pro работают на операционной системе Android. У J2 Prime Android более свежий 6, а у Y6 Pro 5,1. У каждого смартфона у которых Android установлена фирменная оболочка со своим интерфейсом и фишками. А вот какая оболочка вам понравилась больше? Grace UX от Samsung или EMUI от Huawei? Поделитесь им мнение в комментариях. И Huawei Y6 Pro, и в Samsung Galaxy J2 Prime используется довольно бюджетный модуль Wi-Fi. Одноканальный с поддержкой протоколов BGN. Bluetooth более новый у G532, версия 4.2 Off Energy. А у Y6 Pro 4.0 Off Energy. Местоположение смартфоны определяют с помощью GPS и GLONASS. И Huawei Y6 Pro, и Samsung Galaxy J2 Prime работают в сетях GSM, G и LTE. Качественные заделки смартфоны годные. По разговору чуть лучше Huawei Y6 Pro. Сказывается наличие второго микрофона для шумоподавления. Звук внешнего динамика и в наушниках средний, что у Samsung, что у Huawei. Оба смартфона имеют FM-радио. Аккумуляторы Y6 Pro несъемные, съемкостью 4000 ммч. А в J2 Prime аккумуляторная батарея съемная, имеет ямкость 2600 ммч. Особой автономностью Samsung Galaxy J2 Prime похвастаться не может. При средних настройках максимум полтора дня. Тогда как его конкурент спокойно живет два дня и больше. Также стоит отметить наличие у Huawei функции внешнего аккумулятора. Такой себе мобильный повербанк. Как вывод, по автономности значительно лучше Huawei Y6 Pro. На первый взгляд, по фото и видео возможностям Huawei Y6 Pro значительно лучше. Но это не совсем так. Мое мнение, смартфоны снимают примерно одинаково. Несмотря на то, что основная камера у Huawei Y6 Pro с разрешением 15 мм и светосилы L2.0, а в Samsung J2 Prime используется основная камера с разрешением 8 мм и светосилы L2.2, и G532 и Y6 Pro снимают довольно средние, но имеют достаточно хороший функциональный интерфейс камеры. Видео смартфоны снимают в HD разрешении. Фронталки смартфона снимают примерно одинаково, хотя мне немного больше понравились снимки, сделанные на J2 Prime. Разрешение составляет 5 мм и светосилы L2.2. Отмечу также, что у Samsung J532 есть вспышка для селфи. Перейдем к выводам. И Huawei Y6 Pro и Samsung J2 Prime неплохие бюджетные смартфоны. При покупке смартфонов или любых товаров в интернете для экономии не забывайте пользоваться кешбеком. Ссылочка в описании. Так все же, что бы выбрал я? А я бы купил Huawei Y6 Pro. Да, он немного менее производительный, но мне нравится его отличный яркий экран. В смартфоне больше встроенной памяти. И конечно же его автономность. Она здесь прекрасная. Но и Samsung Galaxy J5 Prime это отличный вариант. Смартфон отлично оптимизирован, более производительный в играх и лучше снимает селфи. А какой смартфон купили бы вы себе? Поделитесь в комментариях и проголосуйте в подсказках за понравившийся смартфон. Также не забывайте поставить лайк. Подписываемся на канал, добавляемся к нам в социальные сети, делимся видео и каналом с друзьями. Всем удачи, бобра и до новых встреч. Пока!